Разъяснение запрета входить в чужой дом без разрешения хозяина Следующий аят из Суры Ан-Нур Смысл Если вы не найдёте дома никого, кто разрешил бы вам войти, то есть хозяина, то не входите, пока не разрешит хозяин. Если же хозяин дома велит вам возвращаться обратно, последуйте этому. Не сидите у дверей и не просите, чтобы вас впустили. Лучше вам вернуться. Если после отказа вы будете просить, чтобы вас впустили, сидеть у входа и ждать разрешения, это вызовет неудовольствие хозяина и будет несоблюдением адаба. Ведь в доме в это время может быть что-то такое, чего нельзя видеть и знать посторонним. Всевышний Аллах знает все ваши деяния, хорошие или плохие, тайные или явные, и воздаёт за них соответственно, то есть в Ахирате даёт рай с благами или ад с мучениями. Да сохранит Аллах умма своего любимца, алей-иссаляту ассалям, от наказаний и мучений. Однажды кто-то через дверную щель посмотрел в комнату пророка, алей-иссаляту ассалям, в то время, когда он причесывался или чесал голову. Посланник Аллаха, саллиллаху алей-иссаляма, сказал тому человеку, «Если бы я знал, что ты подсматриваешь, я бы проткнул тебе глаз этой расческой. Разве не для того, чтобы не видеть лишнего, нужно спрашивать разрешение?» Хадисы сказаны. «Кто бы не заглянул в дом без разрешения обитателей, те имеют право выколоть ему глаз». В другой версии этого хадиса, переданной от Ан-Насаи, «Та будет доволен им Аллах», говорится. «Когда кто-нибудь заглянет в твой дом, хоть немного приоткрыв дверь без твоего разрешения, и ты прогонишь его, закрыв дверь или бросив в него камень, и выбьешь ему глаз при этом, не будет на тебе греха». Никому нельзя заглядывать в чужой дом без разрешения хозяина. Сделавший подобное впадает в грех, ибо он совершает неэтичный, мерзкий и подлый поступок. Среди учёных есть разные мнения по поводу вынесения решения в тех случаях, когда хозяин выбивает глаз заглянувшему в его дом без разрешения. Одни говорят, что хозяин дома не несёт за это ответственности. Другие утверждают, что следует выколоть глаз и хозяину, или, если пострадавший согласен на возмещение, дать ему 50 верблюдов. Автор книги «Рух-юль-Баян» говорит, «Мы придерживаемся второго мнения, то есть хозяин должен ответить за выбитый глаз». Обратите внимание, мусульмане, какое большое внимание уделяется вопросу, связанному с подглядыванием, вплоть до разрешения выбить глаз подсматривающему. Здесь может возникнуть вопрос, если пророк алейиссаляту ассалям четко и ясно сказал, что можно выбить глаз тому, кто без разрешения заглянет в чужой дом, какие могут быть разногласия? Но не зря нам говорят, нельзя выносить решения, прочитав только Коран и хадисы. Следуйте за имамами, алимами, арифами, понимающими их смысл. Следуя за их словами, мы будем придерживаться второго мнения, согласно которому хозяин, выбивший глаз, должен возместить ущерб пострадавшему. Ведь цель пророка алейиссаляту ассалям не выкалывание людям глаз. Его цель – добиться того, чтобы люди соблюдали шариат и относились к нему с должным уважением, призывая их, показав им путь и научив этому. Но разрешено без спроса сидеть возле дверей для того, чтобы хозяин дома, выходя, увидел ожидающего. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, садился у двери ансаров, не спрашивая разрешения войти, и ждал, пока кто-нибудь из хозяев выйдет и увидит его, чтобы услышать от него хадис пророка алейиссаляту ассалям. Вышедший из дома, увидев его сидящим у дверей, восклицал, «О сын дяди посланника Аллаха алейиссаляту ассалям, почему ты хотя бы не дал нам знать, что сидишь у порога?» Ибн Аббас отвечал, пророк алейиссаляту ассалям велел нам, чтобы мы искали знания таким образом. Если кто-нибудь так, подобно Ибн Аббасу, да будет доволен им Аллах, сидит возле дверей, не спрашивая разрешения войти, то он, конечно, не должен подсматривать через щель или дыру, ведь о том, что это запрещено, говорилось ранее.